Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Разрешите представить вам доклад «Лучевая навигация при поиске сигнальных лимфатических узлов». Версия сигнальных лимфатических узлов – это золотой стандарт хирургического вмешательства на подмышечной зоне у пациентов с диагнозом рак молочной железы категории клинический N0, а также это международный стандарт хирургического вмешательства на подмышечной зоне у пациентов с диагнозом рак молочной железы категории клинический N+, либо N0, изначально получавший неодюмантную системную терапию, а по окончании лечения N+, превращенный в N0 по данным инструментальной диагностики. То есть по данным лучевой методов диагностики мы определяем полный патоморфоз в зоне регионального лимфоотока. Биопсия сигнальных лимфатических узлов – это простота, безопасность и надежность метода, высокая воспроизводимость, предсказательная ценность, низкая частота, ложно-отрицательных результатов. При выполнении акселярной лимфоотиссекции мы сталкиваемся с достаточно частыми осложнениями. Это паутинный синдром, лимфодема, отек верхней конечности, боль в плечевом суставе, болезненные ощущения верхней конечности и нарушение чувствительности. Долгосрочный период наблюдения после биопсии сигнальных лимфатических узлов показал, что данная методика ассоциирована с меньшей частотой осложнений, чем акселярная лимфодиссекция. А частота таких осложнений, как лимфодема, нарушение чувствительности и болезненности верхней конечности снизилась более чем в два раза. То есть биопсии сигнальных лимфатических узлов – это менее травматичное вмешательство на подмышечную зону, имеющее меньшее количество осложнений после данной манипуляции и улучшающее качество жизни пациентов с диагнозом рак молочной железы после хирургического вмешательства на подмышечную зону. Сигнальный лимфатический узел – это наиболее частый лимфатический узел первый на пути лимфоотока от злокачественного образования молочной железы, позволяющий оценить вероятность метастатического поражения других лимфатических узлов. Основные методики визуализации сигнального лимфатического узла в настоящее время применяются такие, как магнитные частицы, флюоресцентный краситель, использование введения радиозатопа, также красители и комбинации нескольких методов. Чаще всего это два метода визуализации сигнального лимфатического узла. Начнем с визуализации сигнального лимфатического узла с использованием красителя. Следует отметить, что основной принцип, на котором основана в принципе биопсия сигнальных лимфатических узлов, и то есть данная процедура, она заключается в введении в саму опухоль, либо окружающую ткань, либо подкожную жировую клетчатку, проекции опухоли, препарата метки, который транспортируется по лимфатическим коллекторам, либо по путям к лимфатическому узлу, непосредственно связанному с первичным опухолевым очагом. И долгое время в качестве препарата метки используются различные красители, такие как лимфатурин 1%, его метиленовый синтез. Однако невысокая точность исследований с меченными красителями связана с трудностью визуализации глубоко расположенных сигнальных лимфатических узлов или находящихся на значительном расстоянии от первичной опухоли или лимфатических узлов, локализованных за пределами подмышечной области, послужило стимулом для поиска альтернативных методов их маркировки. В настоящее время биопсию сигнальных лимфатических узлов с использованием красителя используются как в комбинированном методе определения сигнальных лимфатических узлов, то есть как комбинация двух методик. Чаще всего это использование красителя и радиоизотопного метода. Данная комбинация позволяет повысить чувствительность данной методики до 98%, а самостоятельная методика биопсии сигнальных лимфатических узлов с использованием красителя имеет достаточно низкую чувствительность в оценке сигнального лимфатического узла. Следующий метод определения и выявления сигнального лимфатического узла – это использование флюоресцентного красителя. Используется краситель индоциамин зеленый, который вводится также либо в опухоль, в проекции опухоли, либо в окружающие ткани. В последующем определяется лимфопуть, который идет от первичного очага, и в дальнейшем фирург во время операции также определяет внешность сигнальных лимфатических узлов. В данном слайде представлены пути ведения и визуализации сигнального лимфатического узла с использованием флюоресцентного красителя. Ну и наиболее распространенный метод визуализации сигнального лимфатического узла в настоящее время – это радиозатопный метод. В планарном режиме выполняется ведение интерморально-радиофарм препарата технетрила, который накапливается в лимфатических узлах первых на пути лимфоотока. Всем пациентам на до-предоперационном этапе выполняется лимфосентиграфия, которая нам позволяет оценить в принципе визуализацию сигнальных лимфатических узлов, накопление радиофарм препарата, интенсивность его накопления и в принципе локализацию лимфатических узлов, которые накапливают радиофарм препарат. Не всегда это могут быть подмышечные зоны, а также парастернальные надподключечные зоны регионального лимфоотока. Пути введения радиозатопа, они в принципе аналогичны, что и в предыдущих методах, потому что весь основной принцип биопсии сигнальных лимфоузлов основан на ведениях интертуморально либо в окружающую ткань рядом с опухолью, первичным очагом ткани молочной железы. И в дальнейшем уже оценка сигнального лимфатического узла, который будет первым в зависимости от локализации первичного очага в ткани молочной железы. На данном слайде представлена визуализация сигнальных лимфатических узлов, интенсивность накопления, количество выявленных сигнальных лимфатических узлов и также их локализация. Во время хирургического вмешательства после введения накануне радиофарм препарата происходит поиск сигнального лимфатического узла с помощью специального оборудования ГАМО-ШУП Либо гаммафанта, по-другому называют, во время непосредственно хирургического вмешательства. Здесь хирург во время хирургического вмешательства определяет лимфатический узел, который имеет максимальный счет и удаляет его в дальнейшем для срочного гистологического исследования. Не всегда это может быть один лимфатический узел. В зависимости от ситуации у каждого клинического случая у кого-то может быть один лимфатический узел, который высокоинтенсивно накопил радиофарм препарат, у кого-то это 2-3 и более лимфатических узлов. В дальнейшем материал направляется на срочное гистологическое исследование и в зависимости от результатов патоморфологического исследования определяется дальнейшая тактика. Либо на зоне регионального лимфатического оттока хирургическая вмешательница заканчивается, ограничивается в принципе методика биопсии сигнальных лимфатических узлов, либо расширяется до оксиллярной лимфодисекции. Применение радиизотопного метода визуализации сигнального лимфатического узла сейчас наиболее актуально повсеместно, но за счет того, что данная методика достаточно дорогостоящая, требует специфического оборудования, обучения специалистов, а также имеет высокую лучевую нагрузку как для пациентов, так и специалистов, пополняющих данную методику, поиск альтернативных методов визуализации сигнальных лимфатических узлов остается достаточно актуальным вопросом. Сейчас хочется поподробнее рассказать о применении контраст-усиленного лимфатического исследования для поиска сигнальных лимфатических узлов. Впервые описанное использование контрастного препарата для определения лимфатических узлов было описано в статьях еще 2004 года. А непосредственно применение данного контрастного препарата на пациентах было описано в 2009 году в клинических исследованиях, которые показали, что использование контраст-усиленного лимфатического исследования является достаточно эффективной методикой для поиска сигнальных лимфатических узлов. В 2017 году уже был опубликован результат введения эхоконтрастного препарата для обнаружения сигнальных лимфатических узлов. И данная работа показала, что чувствительность этой методики достигает до 89%. То есть данная методика достаточно по показателям эффективна в применении и поиске сигнальных лимфатических узлов. На данном слайде представлена визуализация подмышечного лимфатического узла с использованием контрастного препарата СОНОВЮ. На соседней картинке представлена визуализация подмышечного лимфатического узла в Б-режиме. В рутинной практике контрастный препарат, контрастное усиление происходит с использованием контрастного препарата и введением его кубитальную вену. Для визуализации подмышечной зоны сигнальных лимфатических узлов введение контрастного препарата происходит субареально. Под руководством Екатерины Александровны Бузко была разработана методика поиска сигнальных лимфатических узлов с помощью контрастного ультразвукового исследования с контрастным усилением, а также разработана методика маркировки сигнального лимфатического узла с использованием угольного контраста Black Eye. Данный контраст, угольный контраст Black Eye, достаточно часто используется в рутинной практике для визуализации патологической зоны при эндоскопическом исследовании толстой кишки. И в нашем исследовании данный препарат используется для визуализации и маркировки найденного сигнального лимфатического узла. На данном слайде представлена маркировка подмышечного лимфатического узла с использованием угольного красителя Black Eye. Данная методика была отработана на пациента, в котором была выполнена акселярная лимфатическая диссекция. И уже на данном слайде представлен сам маркированный лимфатический узел в подмышках клетчатки и отдельно. В данной истории вводилось 0,1 мл угольного контраста. Данное количество контрастного препарата не мешает плановому патоморфологическому исследованию, плановой проводке. Но есть нюансы, что при срочном гистологическом исследовании может нарушать поля зрения для маркологов с целью выявления метастатических изменений. Поэтому данный вопрос еще требует решения. В наше исследование было включено 30 пациенток. Средний возраст их составил 50 лет. Большинство пациентов находились в репродуктивном возрасте. И всем пациентам было выполнено введение контрастного вещества субареарно. Пяти первым пациентам в ходе исследования было проведение и введение контрастного препарата интратуморально. По аналогии с радиоизотопным методом в опухоль либо окружающую ткань. Но при использовании данной методики введения микропузырькового контрастного препарата визуализация ни лимфопутей, ни сигнальных лимфатических узлов не была получена. Поэтому эти пациентки были исключены из нашего исследования. Всем оставшим 30 пациенткам было введено субареарно-контрастный препарат. В дальнейшем в месте введения были произведены массажные движения. И в течение 10-60 секунд происходило накопление и выявление сигнального лимфатического узла в подмышечной зоне. В ситуации, если у пациентов не выявлялся сигнальный лимфатический узел, мы либо продолжали массаж, либо добавляли объем контрастного препарата. По результатам, у 76-6% пациентов была достигнута хорошая визуализация акселярного лимфатического узла с помощью введения микропузырькового контрастного вещества. Определялся гомогенный паттерн контрастирования лимфатического узла. У 13% пациентов достигнута частичная визуализация лимфатического узла определялся гетерогенный паттерн контрастирования. И у 3% пациентов, у 10% пациентов визуализировать акселярные лимфатические узлы с помощью ультразвукового контрастирования не удалось. Определялся а-контрастный паттерн контрастирования. Отток микропузырькового контрастного вещества по лимфатическим сосудам от места введения контрастного вещества визуализировался в 100% случаев. На данном слайде представлена визуализация лимфопути после введения субареолярного микропузырькового контрастного вещества. Это лимфопуть, идущий к сигнальным лимфатическим узлам. Также хотелось сказать, что при оценке факторов, затрудняющих поиск сигнальных лимфатических узлов с помощью введения контрастного препарата, установлено, что пациентки с отсутствием визуализации сигнальных лимфатических узлов находились не на паузе и имели избыточную массу тела более 70 кг, что, по нашему мнению, могло снизить эффективность процедуры. Напротив пациенток до 40 лет визуализация контрастного усиления в лимфатическом узле наступала достаточно быстро и занимала в среднем от 15 до 30 секунд. Всем пациентам была изначально выполнена двойная маркировка сигнального лимфатического узла. То есть на дохирургическом этапе предоперационном накануне вводился радиофарм препарат, который уже в последующем способствовал поиску сигнального лимфатического узла с помощью радиозатопного метода. И в день хирургического вмешательства была также выполнена маркировка сигнального лимфатического узла и поиск его с использованием контрастного усиления. И маркировка зоны предполагаемого сигнального лимфатического узла совпала у 25 пациенток, то есть в 83% случаев. У двух пациенток, визуализируемые с помощью микропузырьковых контрастных веществ сигнальные лимфатические узлы, не показали повышенный счет импульсов при изменении гамма-шопа, что было расценено как расхождение с данными радионуклеотидного метода. В заключение хотелось бы сказать, что УЗИ позволяет визуализировать сигнальный лимфатический узел в 90% случаев, а угольный краситель не препятствует плановой морфологической оценке статуса выявленных лимфатических узлов. То есть при субареолярном введении эхоконтрастного препарата, в нашем случае Суновью, 1,05 мл, данный объем позволяет визуализировать сигнальные лимфатические узлы, а в дальнейшем введение 0,1 мл угольного контраста позволяет непосредственно маркировать выявленный сигнальный лимфатический узел. Использование контрастно-усильного ультрускового исследования как методики поиска сигнальных лимфатических узлов позволит избежать травмирующих хирургических вмешательств на зоне регионального лимфатока при отсутствии возможности выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов с использованием радиизотопного метода. Очевидным преимуществом эхоконтрастного метода является также отсутствие лучевой нагрузки как и для пациента, так и для персонала. Также преимуществом относится простота выполнения, мобильность процедуры, которая может проводиться как и до, так и во время хирургического вмешательства, а также для проведения поиска сигнальных лимфатических узлов с помощью микропузырькового контрастного вещества не требуется дорогостоящий оборудование. К сожалению, в настоящее время контрастный препарат в Санавью проходит перерегистрацию и не зарегистрирует в настоящее время Российской Федерации. Поэтому добрать большую выборку пациентов и провести более расширенный статистический анализ пока невозможно. Но это планируется в будущем сделать, как только контрастный препарат поступит у нас на рынке в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.